Почему вот такие звуки у вас вырываются из груди? А потому что я своими устами, словами влияю. Когда я словами ищу больное место, вот я произношу воспаление, воспаление, воспаление. Вот нашла место, вот чего? Простудное. Ударное, значит вызывать не надо. Вот у вас шейный позвоночник, вот чего? Простудное. Вот видите, ток не бьет. Простудное. Ударное. Значит, вот удара у вас. Я уже нашла диагноз и у меня ток бьет. Я хочу сказать, вот господин, а мне уже, вот, есть сквознячные, это тоже постудные. Или есть даже сглаженные. Вы в это верите? Есть хорошие слова, есть такие, что они примерно идут, а чтоб ты кажешь, не дошел, упал. А в уста, а в человека, в уста выявляется в каждого ток, потому что мы выделяем токи. В каждого человека есть ток. Вот это выделяется ток из уст. Вот мы и не должны произносить, вообще-то, плохих судов. Я продолжаю идти, может, пока лозы не перекрещаются. Да, сейчас уже место не больное. Вот у меня был случай. Гангрена, синяя нога, она синяя, как мертвая. Правда, у него синяя нога тут, а забудевание у него было. Бедря. А я медик природный, понимаете? И тут же, через 15 минут, пошла токонировать кровь, все синее вот это удышло. И стала нога не синяя, а красная. А надо было отрезать. Это истина, правда. А надо было отрезать. Я сама больничный работник. Заболела, а пояса ищем лишая. Сразу же обратилась до накожника, до нашего, но ничего не помогло. Пришлось обращаться до Катерины Ивановны. Примерно 3-4 сеансы я в ней принимала. И лишай в ней пришло. У меня распухло ухо, вот таке было. Пошли по телу синяя пятна. Я обратилась два раза до бабы Кати, и у меня пришло все. У моей дочери Татьяны был псориаз уже два года. Вот в этом месте. Лечили мы ее, ничего не помогало. Нам посоветовали обратиться к бабе Кате. Мы были у нее три раза. И вот, как видите, у девочки все прошло. Нету ничего. Болезни я лечу не всі. Не думайте, что это как больник, чем-то болеет, так и все злечуется. Нет. Я болезни лечу тяки на кожные. Вот так. Лишаи, экземы. Ну, всяки на кожные. Алергия. Тяки не беруся псориазу лечить. Воно получается, но очень долго это нужно ходить. А не каждый это выдерживает. Особенно мужики. Так ты вообще же не надо спиртного пить. А они не вытерплять. Выпьют там стакан вина, черенку водки. И оно не получается, возобновляется. Зуд даёт, оно почухает и дальше кидаёт. Так что, серьезно, я не беруся лечить. Так только каждый? Его даже и врачи не берутся лечить. Бо оно, считайте, как на нервный почв, оно и не переходное. Не, что оно его не можно вылечить по-настоящему. А только каждое? Нет, только маленьких деток принимаю. А что? Маленьких. Молоденчество вычитываю. И спуги. Вот это же вычитывается тоже. Что, тогда заикаются? Когда заикаются, когда вмочаются. И спуг, он отражается на нервовую систему. Нервовая система, это, вона поражает глаза, косит, рот кривит, даже в животе болит. И тут так, как до горла подходить, как грудка. А кровь заговаривает, зубы? Зубы заговаривает, кровь заговаривает. Зубы и кровь, это таке, что зубы, оно просто раз в месяц читается. Бородовки, бородовки, это раз в месяц читается. Это таки на молодых убородовки выводится, понимаете? У нас зараз старый месяц. Уже я убородовок скажу, про это, как будет молодых. Месяц назад мы посетили Екатерину Ивановну. И вот Катюша за это время очень изменилась. Стала сдержанная, спокойнее. Перестала с криками ночью просыпаться. Ну, в общем, очень довольны от посещения. Скажи, как тебя звать? Катя. И бабушка Катя. Вот мы будем тезки с тобою. На что она жалуется? Особенно, когда спать ложится, она кричит, не буду спать, не могу я спать и все. То есть, как укладывать хоть днем, хоть вечером, как укладывать спать, вот кричит прямо до истерики. Мы почитаем, оно все встановится и все будет добре. Может, сейчас не пройдет, а еще коли придется привезти, повторить. Ну, оно само покаже по себе. Не буду казать, что бы привозили, не буду казать, не привозти. Оно само по себе покаже. Аминь. Молюся тебе, единому Господу Иисусу Христу и Святому Духу, Который сотворил небо, землю, море, сонце, луну, звезды, сотворил человека по своему. Молюся тебе, как самого себя, святый Отче Николая, моли Бога на церешных пресвятая Богородице, спаси нас и помилуй нас. Прошу тебя, Господи, Отец, Небо и земли, и Сына Твоим, Иисусах, Иисус, твое животное, Давай, из твоего желудка, из твоей нервы, из твоих почек, из твоих рук, из твоих пальцев, из твоих состов. Итак, у меня тут осталось, хотя если нет, то мне не позволите, мне хочется просить руки за своим мышцем и я вас оставлю на попытку порочить форму к фигуру. Вернем, спасибо. 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 Доброе утро! Все, скачи здоровенько, чтобы не болело больше, не будешь болеть, нет? Все, всякие люди на свете есть, всякие. Есть люди такие плохие, что зло людям причиняют, вред причиняют, даже как кто гляне, так глазами сдадает человека, что оно получается, людина до того доходит, что и умирает. Вот так получается, что, ну, как вам сказать, недобри люди. То уже оно от злого духа, от нечистого духа, не по-божому, не по той дороге, что я иду. Вот это у меня молитва просто божественная читается, и молитва до Бога взивается, а ты, как сатане, взивай. Вот так получается, и получается так, что, например, сват мой пришел, глянула, это вы хотите, что глянула вона, и пришел до меня, я не знаю, что у меня нога закраснилась. Думала, что, может, рожа в него приключилась, я стала, почитала ему рожу, а воно, краснота зашла, а нога так болеет, осталась. И он шкотельгав, шкотельгав, через два месяца и умер. И умер. Ну, она, может, и хотела, чтобы он, ну, тамечки, сестра моя живая, а его невестка, это за его сыном. А вы не смогли помочь? Рожу я загнала, что и красноту из него. Ну, оно же так сделано, что оно от дьявола, что она на смерть ему зробила. Вот так и получилось. Продолжение следует...